Не такой, как мой Бог среди Богов. Славь Его! И для нашей жизни. Слава Ишоа! Амин! Прошу присесть. Друзья, сегодня мы рассмотрим очередной раздел Торы из книги «Бемидбар» или «Числа». Так и называется этот раздел «Бемидбар», переводится как «В пустыне». Но вообще сама книга, мы только начинаем ее изучать, сама книга, она более известна как «Числа». Это глава 1, 4 по 20 стих. И чтобы понять, о чем я буду говорить, надо вспомнить о том, что числа – это продолжение истории, описанной в предыдущих книгах. В «Шмот» исход и «Вайкра левит». В книге «Шмот» описан исход Израиля из Египта и почти годовая стоянка у горы Синай, во время которой Бог установил свой завет с Израилем, дал Моше закон, образец для строительства Скини, которая затем была построена и в последней главе описана, как она была освящена. События книги «Вайкра левит» происходили в течение следующего месяца за первым годом. И в книге «Левит» описано, как Израиль получил указания относительно личной и общинной чистоты и святости, систему праздников, жертвоприношений. Ну, напомню, что жертвоприношения были не просто для жертвоприношений, а для того, чтобы грешный народ мог приблизиться к святому Богу, иметь с ним общение и получить благословение для своей жизни. Систему праздников, жертвоприношений и содержания священников и левитов. Для этой книги характерны многочисленные заповеди, раскрывающие характер нашего Творца. Книга «Числа» рассказывает о путешествии Израиля, израильского народа, еврейского народа в пустыне, в которой он провел следующие 38 лет. Хотя, напомню, можно было за считанные дни туда дойти, но так получилось. И очень важно, друзья, очень важно для тех, кому важен понимание, понимание, что приводит к Божьему успеху в нашей жизни, быть очень внимательным, ну не только к сегодняшнему комментарию, но и к последующему. Потому что они говорят, что значит ходить перед Богом, что значит идти Божьим путем. Потому что предыдущее, оно как бы готовило народ, оно готовило народ к этому событию, которое мы сегодня рассматриваем. Вот, а это событие, оно, это событие, значит, оно начинается со следующих слов. «И сказал Господь Моше в пустыне Синайской в Скинии собрание в первый день второго месяца во второй год по выходе из земли египетской». То есть прошел год и месяц, и вот первый день второго месяца начинается вот это вот событие. «Исчислите все общество сынув Израилю, парадам их, посемейством их, по числу имен, всех мужеского пола поголовно, от двадцати лет и выше всех годных для войны у Израиля по ополчениям, их исчислите их, ты и Аарон». То есть Бог сказал исчислить народ. Для чего? Кажется, ну просто пересчитать, но на самом деле немножечко, если мы анализируем сами слова, там немножко по-другому. Для того, чтобы определить место каждому в стане Израиля, который через считанные дни должен был двинуться в путь. Итак, мы помним, к этому моменту все было Богом сделано для того, чтобы народ подготовить свой народ духовно, душевно. То есть народ имел общение с Богом, народ имел скинью, народ имел систему жертвоприношения, то есть понимание того, как приходить к святому Богу. Он имел понимание, как себя вести, потому что Господь дал свой закон. Значит, и все разве... Они были в завете, они были в завете с Богом. Вот. И теперь должен был начаться путь. И вот это очень важный момент, друзья. Это очень важный момент. Чуть ниже я скажу, почему он такой важен. Потому что я вижу некие духовные параллели между тем, что происходило три с половиной тысячи лет назад, и то, что происходит с Божьим народом сейчас. Вот. А так, смотрим дальше. Итак, Господь определяет место каждому человеку в стане, каждой семье в стане, каждому колену в стане. Согласно Божьих указаний, в центре стан определенно стоят скини, месту Божьего присутствия среди Израиля. Вокруг скини по сторонам света стояли три стана левитов и один стан мошей, священников семейства Аарон. Да? Скиния. Вокруг нее левиты и священники. А вокруг них четыре стана по три колена в каждом Израиле. Вот. Таким образом, это было некое построение, такое, знаете, похожее на армию. Квадрат, ну, ближе к квадрату. Вот. И каждый человек, каждая семья со своим знаком, каждое колено со своими знаменами, вот, они стоят, и они должны быть готовы. Они быть, они двинутся, вот сейчас пройдет буквально несколько дней, и они двинутся в путь. Вот. И это очень важный момент, почему я анонсировал, почему он так важный именно сейчас. Смотрите. Год назад Израиль оставил свой языческий мир Египта, в котором худо-бедно, но они жили, да? То есть все у них было, как они потом Богу пеняли. Они имели рыбу даром, сами ловили, наверное, которую в Египте ели даром, огурцы и дыни, репчатый лук и чеснок, вот. А теперь должны перейти в пустыню, в землю, которую они не видели, которую еще надо было завоевать. То есть это было некое позади, они оставили, скажем так, определенный мир, к которому они привыкли, да? Вот. А впереди стоял, ну, их ждал мир, который они еще не знали, там еще воевать надо было. Я вижу некие духовные параллели, потому что мы, выходя из, вот, из той ситуации, в которой мир находился, ну, относительно экономической стабильности, к которой мы привыкли, нам было там удобно. То есть, да, там были свои проблемы, были свои тесноты и трудности, но нам было там удобно, нам было хорошо. И мы теперь понимаем, что этот мир будет другим, или не понимаем. Ну, я думаю, что вы понимаете. То, что не понимают, он чувствует. Этот мир будет другим. И вот эти вот дыни, огурцы, чеснок, да, условно говоря, они где-то позади, а впереди нас ждет, впереди нас ждет нечто. Вот. И исходя из этого, я как бы вот в этой главе, я ищу то, что позволит нам, да, то, что позволит нам быть успешными в этом пути. Я не говорю там пустыня и так далее, но я просто, ну, определенная неизвестность, определенные вызовы, да, которые стоят перед нами, как перед Божьим народом, и конкретно перед нашей общиной, ну, и перед теми верующими, которые слышат нас. Вас оно тоже касается. Вы не думайте, что только здесь, в Одессе, эти проблемы. Ну, они по всему миру. Все одинаково в карантине находились, и все это почувствовали. Вот. И в сегодняшней главе, еще раз говорю, я вижу некие образы, которые позволяют нам понять это время и понять, что нам надо делать, как общине. Прежде всего, готовя свой народ к непростым грядущим временам и трудному пути, а мы подготовлены, как и они. У нас все есть. Друзья, у нас все есть. Мы с Богом. У нас есть Его Слово. У нас есть прекрасные пастора и служителя, которые нас готовили до сего момента и будут продолжать готовить, помогать нам нашему духовному росту, нашему укреплению, да. Вот. Значит, у нас есть община. Поэтому, как бы, все, даже здания у нас есть. Поэтому Господь, Он позаботился. До этого момента Он проявлял свою верность, свою заботу. Но что-то и нам надо делать. Вот. И я вижу, что Бог, прежде всего, друзья, вот когда мы смотрим на этот стан, еще раз представили, да, стан, все стоят, штандарты, знамена, командиры, ну, руководители родов, там, отцы семей, да. То есть это, знаете, это похоже на... Ну, и словами песни, если вспомнить, там, сравниваясь с любимыми, Он говорит, ты прекрасно и как полки со знаменами, да. Как полки, и грозно, как полки со знаменами. Вот такое вот, вот то, что видит Бог, я вот, это то, что я чувствую внутри, что должно быть у нас. Друзья, не расхлябанность, да, а вот это собранность, единство. Бог ходит, хочет видеть свой народ собранным, единым, и как полки со знаменами. Как такая, некая духовная армия. Понимаете? Вот. И почему я об этом говорю? Потому что есть некий такой соблазн, пройдя вот этот карантин, эти несколько месяцев возле телевизора, да, слушая и свою общину, там, и другие, и других, и другие-то, других проповедников, ну, думаешь, а, вроде бы это... Можно так? Друзья, нельзя так. Я хочу сказать, вот, это главное моё послание сегодня, так нельзя. Библия об этом не пишет. Нет интернет-единства, нет интернет-общин, нету такого, друзья. Читайте Писание, вы этого не найдёте. Взаимопроникновение жизни. Есть только единство, то, к чему мы должны стремиться. Об этом Давид говорил, к святым, который на земле, к дивным твоим, к ним всё желание моё. Вот что должно сейчас, что должно быть в наших сердцах. Не должно быть понимания того, что, да, я здесь слушал и буду слушать. Да вы можете это делать, но это будет прямой путь, как говорит Писание, просто будет к неудачам, к поражениям и к гибели. Зачем это нужно? К дивным твоим. Вот к чему стремиться. Ну, как наши сердца, надо настраивать наши сердца. Да, у нас будут трудности, у нас будут проблемы с выходом из этого карантина, но стремление сердец, оно должно быть именно таким. Именно таким должно быть стремление наших сердец. Следующее. В центре Божьего народа всегда была и есть только одна личность, Господь Бог. Писание показывает, что без Него нет жизни, без Него нет исхода, нет победы на жизненном пути и нет спасения. Все от Него, все им и все для Него. И до сего дня комментарии, как бы, они больше говорили именно о том, что есть Бог для нас, да, что Он нам, потому что во время карантина нам нужно было это слово поддержки, мне оно нужно было, и я благодарен всем, кто служили здесь, на этом месте. Я просмотрел все служения, и я назидался, насыщался тоже. Спасибо каждому, вот, кто служил здесь за это ободрение, которое мы получали. Ну, друзья, надо чуть-чуть услышать время, надо услышать, чему Бог зовет нас сейчас. Он зовет нас немножко, ну, как сказать, переставить акценты, не просто утешаться, назидаться, да, ну, переставить акценты, собираться, действовать, быть едиными и что-то делать, потому что в этой главе описано, в этой главе описано, как каждый, вот, там, ну, даны описания обязанностей, Когена, вот, которые должны были соблюдать свою священническую должность, это глубокий смысл, я даже как-то комментировал на эту тему, вот, левиты стоят за все общество при скинии собрания, хранят и переносят все вещи скинии, отправляют службу при скинии, остальной народ хранит, оберегает и обеспечивает скинию и священников, и левитов. Брит Хадаша, она объявляет всеобщее священство, вроде бы все священники, но тем не менее, тем не менее, значит, выделяет особую группу служителей на постоянной основе и предписывает Божье общение, заботится о них, вот, кроме того, Брит Хадаша, Новый Завет говорит, что Бог наделяет каждого верующего необходимыми духовными дарами и способностями к различным служениям на благо всем, каждого. Когда я читаю Писание, я вижу ее Дух, и я понимаю, что в Писании нет понятия прихожанина, то есть, если ты Божий, ты член общины, если ты Божий, да, ты, как вот эти левиты, там описано, как каждая семья, вот, что она должна, что она должна собирать, да, что священники делают, собирают, что левиты делают, собирают, каждый какую-то досточку несет, там даже, меня это так тронуло до глубины души, там веревка не забыта для завесы собрания, то есть, Бог говорит, друзья, веревочку, пожалуйста, не забудьте, назначь ответственного, нести веревку для завесы скиния собрания, да, вот, то есть, каждому есть дело, сильный, бери больше, меньше сил, ну, досточку неси, вообще сил мало, ну, веревочку неси, что-то можно делать, каждый может вносить свой вклад, друзья, и не забываем, что община, она требует и финансового служения, она требует, чтобы наши приношения, наши десятины, пожертвования, чтобы они тоже шли в общину, время требует, чтобы община, она была действенной, поэтому, да, трудно, но, тем не менее, тем не менее, мы можем участвовать своими силами, мы можем участвовать, и мы можем идти, друзья, Бог готовит нас к новым временам, у нас все получится, у нас все для этого есть, друзья, нам просто надо услышать, да, увидеть то, что Бог хочет сейчас, для своей общины, и нам надо идти по этому пути, и да благословит нас Господь, будьте благословенны. Субтитры создавал DimaTorzok